Дмитрий, у нас на связи. Дмитрий, здрасте. Дмитрий, приветствую. Леонид, привет. Да, Дмитрий, здравствуй. Добрый день. Рады снова видеть тебя у нас в эфире. Слушай, у нас не было какого-то специального плана разговора с тобой, в том числе, потому что ты, как главный редактор, освещаешь очень разные темы. И хотя, честно говоря, я хотел начать с разговора про вообще Армению и Азербайджан, потому что у тебя был очень интересный пост в канале про это. Но к тому моменту, как ты появился в эфире, мы говорили про Кадырова в Мариуполе, про кадыровцев. И вот я хотел начать с этого. Как ты считаешь, то, что Кадыров публично вытащил Геремеева сейчас, назвал его дорогим братом и так далее, это вообще важная штука? Я не зря на это обращаю внимание. Или это просто какой-то текущий эпизод войны, на который не стоит обращать внимания? Мне кажется, что Кадыров пытается таким образом неофициально реабилитировать Геремеева. То есть вот его приходилось прятать. Он вроде даже находился не в России, но мы точно не знаем. Может быть, где-то жил тихонечко в Чечне, а может быть, где-нибудь там в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии. А теперь вроде как война все спишет. Наверное, по такому принципу действует Рамзан Кадыров, что если сейчас Геремеев там на передовой покажется и продемонстрирует, что он воюет за президента Путина, то потом президент Путин, может быть, разрешит ему легализоваться обратно в Россию, может быть, даже какую-нибудь медаль даст. Как ты думаешь, что про это думают российские силовики? Вот я расширю вопрос. Был такой талантливый следователь Игорь Краснов, который расследовал значимые политические дела и убийства. Когда Краснова назначили на наследственную группу, которая занималась убийством Немцова, то многие, включая там Павла Чикова, говорили, о, круто, редкий пример настоящего профессионала, это значит, что Путин настроен серьезно, сейчас это дело раскрутят. Краснов нашел ниточки, ведущие к Геремееву, как к конечному заказчику этого убийства, и потом Краснова и следственную группу убрали, бла-бла-бла, значит, все это дело спустили на тормозах, назначили ответственным водителя Руслана Мухуддинова, который, понятное дело, был там абсолютно какой-то пешкой-шестеркой в этой истории. Сейчас, как мы знаем, Игорь Краснов уже вовсе больше даже не следователь, а сам, что ни на есть, генеральный прокурор Российской Федерации. И вот эта вот кадыровская эскапада с Геремеевым в Мариуполе, ну, им должна восприниматься как некое публичное унижение, в общем-то, плевок в лицо, там, с точки зрения профессиональной и какой угодно. Для многих других российских силовиков, которые помнят еще, которые там прошли через Первую-Вторую Чеченскую войну, вот это вот кадыровское воинство, то, как оно себя ведет, как оно присутствует, это тоже какая-то унизительная штука. Вот ты не чувствуешь такого, не видишь, не слышал ли сигналов, чтобы это воспринималось, ну, как, наверное, какая-то вещь, которая там какое-то глухое, а может, не такое глухое раздражение в российских силовых органах может вызывать? Сто процентов, и не только в силовых структурах, но и в армии, потому что отношение к кадырову среди военачальников, по крайней мере, некоторых из них, насколько я знаю, достаточно негативное, в том числе, да, среди тех, кто прошел Чечню. Но мне кажется, что сейчас кадыров вообще как бы борется за какой-то совершенно новый статус в России, то есть вот если эта кампания закончится, ну, чем-то более или менее удачным, вряд ли она закончится победой в каком-то виде для Путина, да, но если хотя бы каких-то результатов удастся достичь, то кадыров сможет, кадыров, безусловно, попытается приписать себе эту победу. Он уже много раз говорил, что хочет пройти парадом в Киеве, вот. Вот мы не знаем точно, находился ли он вообще на территории Украины, да, есть мнение, что это было ненастоящее видео, и украинские журналисты утверждали, что они отслеживают кадырова по двум мобильникам, и ни один из этих мобильников не регистрировался в украинских сетях, а в это время регистрировался в городе Грозном, и кадыров отвечал с него на сообщения, вот. Но тем не менее, да, кадыров, безусловно, попытается себя объявить победителем. Не знаю, захватчиком Мариуполя, если не получится захватить Киев или еще кем-то. И постарается, конечно же, возвыситься в той иерархии, которая сегодня существует. Потому что не секрет, что и в Федеральной службе безопасности, и в армии, и в других силовых структурах достаточно много людей, которые негативно относятся к кадыровцам, и которые бы не хотели возвышения кадыровцев. И, наверное, в том числе кадыров сейчас пытается этих людей победить, продемонстрировать, что они как бы оказались неэффективными, никчемными. Значит, он один может принести Владимиру Путину победу. Если не голову Зеленского, то, по крайней мере, взятый Мариуполь. А вот мы сегодня в эфире говорили не только про Кадырова, но и про то, что какие-то странные такие перестановки происходят в информационном поле. Те, кто там были заметными, куда-то пропали. Те, кто были незаметными, наоборот, всплыли, как Дмитрий Медведев. У вас есть такое ощущение вот с тем же Шойгу, с тем же, не знаю, там, Мединским Медведевым? Есть ли такое, и почему оно происходит? Где, в конце концов, Шойгу, и почему с ним вот так? Никто не знает, где Шойгу. Вчерашнее видео, которое показали совещание, до сих пор мы не знаем, была ли это какая-то консерва или это что-то настоящее. То ли есть проблемы со здоровьем, то ли Шойгу просто, не знаю, находится в каком-то депрессивном, подавленном состоянии и не хочет публично появляться в связи с плохими результатами российской армии в этой войне. Ну, то ли он действительно уже, не знаю, арестован и находится на положении маршала Тухачевского или маршала Блюхера. Мы можем пока что только гадать. Может быть. Как раз у тебя был, да, по-моему, пост о том, что Шойгу, в общем, вполне себе возможный лидер военного переворота, насколько я помню. Наверное, Путин так думает. Я писал о том, что Шойгу выглядит как самая естественная коза отпущения, как самый естественный козел отпущения в этой ситуации, потому что он как бы не ФСБшник, потому что понятно, что он разворовал очень много всего в армии. И при этом Шойгу, человек, очевидно, политически очень умный, все-таки единственный наш министр, который с ельцинских времен досидел, он тоже это не может не понимать и, возможно, должен был бы что-то готовить по естественной какой-то логике развития событий, и этим может объясняться его нынешнее отсутствие или изоляция. Но, может быть, просто они пытаются какие-то новые нарративы пробовать, какие-то новых публичных фигур нарабатывать. Ну, то есть, вот, давай, ты хорошо понимаешь в том, как работает система пропаганды и пиара. Вот сейчас ведь нету у российской военной пропаганды какой-то иконы, как, извините, доктор Проценко был иконой борьбы с коронавирусом. Как, не знаю, как они пытались сделать там икону из летчика Дамира Юсупова или что-то еще такого. Вот, может быть, они пытаются сейчас как-то наиграть и наработать, создать какой-то легендариум. Почему нам до сих пор не показали там каких-то, не знаю, героических военных, которые там совершили подвиг там Матросова, Памфилова и Гастелла вместе взятых, или каких-нибудь талантливых военачальников, которые там обыграли украинцев в тактической игре, или чего-то такого. Где Левитан, где, я не знаю, кто. Ну, то есть, тебе не кажется, что пропаганда зашла в тупик, и вот тебе не кажется ли странным, что они сейчас не пытаются чего-то такого сделать? Вроде в этом, в создании мифов и легенд, они всегда были хороши. Мне кажется, что они, как и все российское государство, находятся в состоянии шока. Что был план какой-то короткой победоносной войны. Отцом победы должен был стать Шойгу, Путин, Герасимов. Быстрой победы не получилось. Получился какой-то затяжной кошмар трагический, и пропаганда просто не успевает сориентироваться и пока не понимает, что делать. Шойгу отодвинули, но не возникает никаких фигур на его месте. Ну, вот вчера, да, его заместитель вручал награды искалеченным военнослужащим, которые совершенно непонятно за что, ради чего отдали свои ноги, и теперь изувечены на всю жизнь, и сколько еще таких изувеченных мы увидим в ближайшее время. Ну, вряд ли это какие-то героические кадры, которые могут сделать этого человека популярным. Юнусбек Евкуров, который теперь, если я правильно помню, заместитель. Он тоже заместитель. Да, вчера два заместителя. Фомин, заместитель Фомин вручал ордена мужества вот девяти безногим, а Юнусбек Евкуров тоже вручал какой-то орден в госпитале. Да, и сказал безногому офицеру, тоже человеку с ампутированной, военнослужащему с ампутированной ногой, чтобы тот скорее встал на ноги. Желаю вам поскорее встать на ноги, да. Да. Ну, то есть, вот Юнусбек Евкуров, да. Ну, в общем-то, кстати, боевой генерал, насколько я помню. Лёня, он же, по-моему, у нас с тобой в Екатеринбурге, где ты довольно долго служил в центральном военном округе, насколько я помню. Евкуров, Евкуров же он был герой этого броска на Приштину, вот этого всего, как бы, вот этих событий, если мне не изменяет память. Да, ну, такой там, вроде бы, в военных кругах более или менее легендарный какой-то человек, вот. Но тоже мы видим же его не на передовой, мы видим его вручающем награды искалеченным офицерам или военнослужащим. Каким-то героем может стать, ну, либо, вот просто как бы по пропагандистской драматургии может стать либо какой-то, там, не знаю, офицер, который вывел, значит, свое подразделение из-под какого-то огня, не знаю, захватил какой-то очень важный стратегический объект, там, спас кого-то. Но мы таких офицеров, таких героев не видим, по крайней мере, в том, как бы, потоке информации, в том числе пропагандистской, которые мелькают, я их тоже не вижу. Ну, может быть, потому что их просто нет, может быть, потому что гордиться нечем и не возникает таких ситуаций, которые можно было бы подать как героические ситуации. Слушай, гордиться нечем, когда это было проблемой для российской пропаганды. Ну, опять же, там, 28 памфиловцев уже придумали, как бы. Слушай, ну, их придумали во время Второй мировой войны, когда очень сложно было что-то проверить. Сегодня ты не можешь просто написать в газете «Красная звезда» о том, что были 28 памфиловцев. Тебе же нужно видео показать, тебе же нужно какие-то достоверные, более или менее достоверные или похожие на достоверные свидетельства привести. Все же проверяются. Есть же беленкеты, есть конфликт интеллигенс тимы и куча журналистов-расследователей, которые завтра же расскажут, что все это чушь и не подтверждается там никакими данными, а другими опровергается. Поэтому, ну, как бы совсем откровенное фуфло, наверное, нарисовать невозможно. Поэтому все равно нужна какая-то более или менее правдивая история. Но я не исключаю, что просто в той мясорубке, которая там идет, сейчас таких историй не возникает. И пропаганде даже просто негде взять топливо для своей работы. С героизацией все так себе, но мы с вами в предыдущем одном эфире говорили про то, что вот там сильно российская власть вкладывается в то, чтобы раскрутить вот эту букву «З», вот эту букву «В» и как-то пропагандировать, продвигать. За, не знаю, те три недели после нашего последнего с вами общения что-то изменилось? У них получается от нас ожидать или по-прежнему оно как-то с трудом идет, насильно, людей там ставят, строят? Это выглядит комично, на самом деле. Мне кажется, что не получается. Более того, пик этих попыток вроде бы уже прошел. Наверное, он пришелся на 18 марта, на крымскую годовщину, на этот вот митинг в Лужниках и в других городах. И после этого, по крайней мере, по общению с моими респондентами, с людьми, которые работают в разных органах власти, они больше не рассказывают о том, что как-то их там сильно принуждают ставить эти буквы «З». Рассказывают всякие забавные истории. Вот земляк наш с Леонидом Суралом мне писал на почту, что разговаривал с жителями, ну, общался с жителями города Ревда, и им на машинах, на грязных машинах кто-то рисует буквы «З» по ночам. И они, не понимая, кто это рисует, они на всякий случай их не стирают, потому что боятся. Мало ли что будет, если сотрешь. Сотрешь и пойдешь сразу по статье за оскорбление воинской славы, за фейки о войне и так далее. Да, да. То есть вот какие-то такие вещи случаются. Мне писали знакомые недавно, которые как бы наблюдают за… ну, там, типа, во дворе появился автомобиль с буквой «З» там две недели назад, а теперь пишут, о, букву «З» убрали с автомобиля, да, как бы отклеили. То есть то ли патриотический подъем прошел, то ли как-то, не знаю, человек поменял свое мнение, то ли еще что-то случилось. Вот. Ну, как-то вот буква «З» там на автомобиле исчезла. Понятно, что это один пример, но мне правда кажется, что тема «З» не очень взлетела. То есть как бы на… административные попытались поднять, достаточно сражения получили, в том числе в соцсетях. Понятно, что там хватает всегда, ну, как бы, людей, приветствующих любую властную движуху, вот, и они с этими буквами «З» побегали и поездили на автомобилях. Ну, и все-таки очень ограниченное количество. Как-то в народ это не пошло, в отличие даже от георгиевской ленточки, которая все равно, ну, была подхвачена довольно массово. Вот. Ну, и, видимо, дальше административно решили это уже не пихать. Поэтому мне кажется, что эта история с буквой «З» как-то в основном заканчивается. А вот еще такая история. 12 розгвардейцев на Кубани отказались ехать, воевать, умирать в Украину. Их уволили, и они осмелились судиться. Мне кажется, что если 12 розгвардейцев осмелились судиться с начальством за восстановление, то это какая-то верхушка айсберга, который на самом деле должен быть гораздо массивнее. То есть, так, чисто интуитивно, если там есть 12, которые судятся с начальством, то есть, значит, там 120, которые просто отказались ехать, воевать, и там, и дальше сидят себе тихо и спокойно. Вот такого мы в регионах видим? Больше таких историй? Или это пока все-таки какая-то разовая совершенно история из Кубани? Ну, Павел Чиков же сам потом написал, что после того, как эта информация стала публичной, в Агору посыпались обращения из других регионов. Так что мы точно знаем, Чикову мы доверяем. В общем, нет оснований не доверять. Поэтому, видимо, таких историй много. Я лично про истории об отказах не знаю. То есть, как бы мне не приходилось говорить с людьми, которые бы такие вещи рассказывали. Но мне говорили про то, что, ну вот, например, пограничников, которые, по идее, туда и отправляться не должны, сейчас очень активно убеждают записаться добровольцами и туда отправиться в качестве добровольцев, обещая продвижение по службе некоторое, а если не запишешься, то, наоборот, замедление этого продвижения. Мне рассказывали про то, что сейчас привлекают к этому мигрантов. Обещая российское гражданство по ускоренной процедуре, если соглашаются ехать добровольцами в Украину. То есть, с живой силой там явно не хватает. Я знаю, что пытались запускать слухи о том, что якобы военкоматы просто переполнены, и там стоят очереди желающих поехать в Украину. Но я слышал это только от самих военных. То есть, никаких других подтверждений этой информации в ни про какие очереди не было. И я думаю, не пришлось бы пытаться, во-первых, привлекать наемников из Сирии, а во-вторых, пытаться туда завлечь мигрантов, если бы действительно стояла очередь бравых русских парней, которые хотят поехать воевать за Путина в Украину. Но такой очереди нет. И там есть явные проблемы просто с живой силой. Очереди желающих воевать нет. А украинская пропаганда, которая работает существенно талантливее, российская, хотя мы не должны забывать, что в условиях военного времени ко всему, что говорят воюющую сторону, относится к пропаганде, сделала мемом вот эту вторую армию мира. Они постоянно подчеркивают, что до войны Россия говорила, что это вторая армия мира, после американских, очевидно, и эту армию они сдерживают и успешно побеждают. В этих условиях есть также сообщение, что из-за этой нехватки в живой силе перебрасываются войска с территории Грузии, из Южной Осетии, из Абхазии, перебрасываются войска из Гюмри, с военной базы в Армении, где российские миротворцы должны, по идее, обеспечивать режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Вот эта переброска войск, плюс, очевидно, очень сильно пострадавший имидж российской армии, как очень сильный, но, очевидно, не может не вызывать желание Зуда попробовать у тех, у кого есть какие-то вопросы к российской армии. И все-таки вот тут мы немножко попросим тебя прокомментировать ситуацию в Карабахе. Да, Леониду элегантно подводит теме тому, что азербайджанские войска продвинулись вглубь, судя по всему, заступили на ту территорию, за которую отвечали российские миротворцы. Вот так это или нет, и действительно ли они пояснись ситуации, или это алармизм, ничего больше? На первый взгляд, да, выглядит все так, как будто бы Азербайджан решил попробовать Россию на прочность, и если уж силы теперь отвлечены на Украину, и Россия явно сейчас будет не до второго горячего конфликта, то можно, значит, забрать там какой-то кусок территории в Нагорном Карабахе, на который претендует Азербайджан. После того, как я про это написал в Телеграме, мне написал человек, как бы этот человек идентифицируемый, но просто он попросил мне называть его имя и фамилию. Он азербайджанец, и он как бы рассказал мне про свое провидение этого через азербайджанскую оптику, как это видят в Азербайджане. И все-таки, вот с его точки зрения, он профессиональный международник, эксперт, с его точки зрения, это никакое не начало Третьей мировой войны в Закавказье. То есть дело в том, что Азербайджан считает, что сегодня не выполняются те соглашения трехсторонние, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. И в Азербайджане считают, что есть понимание между Путиным и Алиевым на уровне глав государств. Но вот когда дело опускается на уровень Минобороны России, то по факту Российская Миноборона занимает армянскую сторону и не пускает азербайджанцев на те территории, которые вроде как зафиксированы в этом соглашении. И с его точки зрения Азербайджан не пытается начать военный конфликт. Он всего лишь воспользовавшись этой ситуацией, попытался фактически выполнить то соглашение, которое было достигнуто. Но, мол, это не какой-то вызов, который бросается России, это вовсе не приглашение вступить в открытый конфликт, это некий небольшой шаг сравнительно, на который Азербайджан, как он считает, имеет право. Другое дело, что безусловно, почему-то до этого момента Азербайджан, пусть и считал, что имеет право, но такого шага не предпринимал. И он, насколько мы помним, не разговаривал с Россией в такой тональности, в которой сейчас составлены официальный ответ Минобороны Азербайджана на заявление Минобороны России, где российскому военному ведомству буквально так свысока немножко выговаривают, типа, ребята, вы вообще ничего не попутали, правда за нами, в общем, и мы все сделали правильно. Довольно трудно было представить такое еще месяц назад. Поэтому, конечно, авторитет российской армии пошатнулся, авторитет Минобороны России пошатнулся, авторитет России пошатнулся, и в тех странах и регионах, где российская армия была фактором влияния, теперь этот фактор влияния может ослабевать, что может, в свою очередь, вызывать какие-то новые конфликты. Например, если бы сейчас сложилась такая ситуация в Казахстане, которая сложилась в начале этого года, остановила ли бы прибытие российской армии переворот, который пытались произвести в Казахстане, или, посмотрев на то, что происходит в Украине, те люди, которые взялись за оружие в Казахстане, решили бы сопротивляться российской армии. Мы теперь не знаем. И вот мы оказались в тех новых условиях, когда этот аргумент в виде российской армии уже не будет работать так хорошо. Спасибо большое, Дмитрий Колизев, главный редактор издания «Репаблик» у нас в эфире. С Дмитрием всегда интересно поговорить по широкому кругу, тем, как с человеком очень эрудированным. Нам надо двигаться дальше, но будем тебе еще звонить. Спасибо большое за твое время. Спасибо, ребята. Пока.